Дважды за год. Это слишком, решила Междуреченка и рассказала июню свою историю. Соседка топит ее квартиру постоянно. При этом дверь не открывает, слесаря или другого специалиста не впускает. Есть ли управа на таких жильцов сверху, расскажет Ксения Колбина. Этая тряпка еще маленько вытерла, чтобы не так было желто. Валентина Скорнякова живет в доме по проспекту Шахтеров. Устала бороться с отоплениями. Не первый год. То там, то тут появляются течи с потолка. А вызовы специалистов из ЖЭКа уже стали для пенсионерки регулярными. Я к ним как-то зашла, у них под каждой батареей стоит таз. Ну, меня они не топят. Ну, что сделаешь? У людей все сухо, чисто, хорошо. А у меня вот получается, вот эта новогодняя игрушка мне к новому год подарили. Я ее не смогу заделать. Здоровья нет. В текущий год для Валентины Васильевны это второй случай. Пожелтевшая побелка, трещины в покрытии стен. Такие подарки после себя оставляет каждый потоп в квартире. В тот раз, когда коридор затопило, там вот все. Дочери позвонила, так она сына своего отправила. Тут пришел, там ковер плавает. Мой дом, моя крепость. Видимо, так считает соседка сверху. Не пускает в квартиру специалистов. Не дает обследовать трубы и устранить причину. А значит, и избавится от течи. Кто там пришел? Это я, Ваня. Я ничего понять не могу. Ага, вот эта соседка. У меня все сухо. Ну, я не знаю, Галя. А слезы вы почему не запускаете? Да у меня дома два дня нету. Ну, свет у тебя горел. И в кухне, и в зале свет горел. Да не может такого быть. Не сегодня, а вчера. И разговор был. У меня очень хорошо слышно. Подобные ситуации не редкость. Столкнуться с потопом может каждый. А бороться можно. Для этого сразу же звоните в управляющую компанию. И фиксируйте затопление. Необходимо составить сотрудникам управляющей компании акт. После этого в суд. Судья решит все споры о компенсации нанесенного материального ущерба. И обяжет нерадивого соседа устранить неполадки. Ксения Колбина, Игорь Докучаев. Новости. Мой Междуреченск.